Небесный тяжеловес Руслан Всю эту антенну нужно было суметь таким образом уложить, чтобы она поместилась в головном обтекателе диаметром 4100 мм. Это тоже была задача, которую наши конструкторы решили. И за счет оригинального механизма мы смогли не только уложить все лепестки, но и обеспечить синхронное раскрытие этих лепестков. Эти 27 лепестков гигантского цветка телескопа ученые нарекли его радиоастроном, теперь распустятся уже в космосе. Наземные испытания завершены. Аппарат под обтекателем. Впереди самая ответственная процедура – стыковка космической головной части и ракеты-носителя «Зенит». Со спутника в буквальном смысле смахивают пылинки, продувают сжатым воздухом. С помощью данных воздуховодов, подключенных к носу обтекателя космической головной части, воздух с определенной температурой и влажностью подается внутрь космической головной части. Стыковка длится около 6 часов. Медленно, сантиметр за сантиметром, головная часть движется навстречу ракете. Остановка – примерно за полметра. Этого расстояния хватит, чтобы состыковать так называемые электронные части – спутника и ракеты, датчики и кабели. Второй этап – механическая стыковка. Данными болтами происходит крепление космической головной части к ракетоносителям. Наконец, проверка на герметичность. Все в норме. По-другому быть не может. Сроки не срываем, все идет по плану. Замечаний нет. После запуска с помощью ракетоносителя «Зенит» в дело вступит разгонный блок «Фрегат». Он поднимет спутник на рекордную космическую высоту. Орбита, на которой будет работать радио «Астрон» – 350 тысяч километров в апогее, то есть в верхней точке. Использование разгонного блока «Фрегат» для нас – это новая конфигурация ракетоносителя. И она как раз дает нам возможность раскрывать лучше, раскрывать полнее возможности РКН, заложенные разработчиками. Радио «Астрон» будет смотреть во Вселенную не один. Вместе с наземными радиотелескопами он образует одну гигантскую систему. Чем выше орбита спутника, тем больше диаметр этого воображаемого телескопа. Максимальные размеры будут примерно равны расстоянию от Земли до Луны. Вот такого размера телескоп мы предполагаем запустить. И он начнет работать при разрешении, который в миллионы раз лучше, чем та детальность, с которой видит человеческий глаз. Научный мир замер в ожидании сенсаций. Российские астрономы с помощью уникального телескопа впервые попытаются понять, как формируются таинственные объекты нашей Вселенной – черные дыры. Понять, каким же образом происходит это формирование. Подойти очень близко к этим, многие до сих пор считают, загадочным объектам. Многие до сих пор не верят к центральным черным дырам. Это объекты, масса которых настолько велика, что даже свет оттуда уйти не может. До этого ни один телескоп не мог так близко подобраться к черным дырам. И еще более загадочным кротовым норам. Так называют неисследованные до сих пор объекты. Как предполагают, они могут быть переходами из одной точки Вселенной в другую. Радиоастрон передаст изображения из самых далеких галактик уже к Новому году.